В больницах страны теперь появится медицинский электронный паспорт. Об этом сообщила директор Центра электронного здравоохранения Лариса Мурзакаримова. В целом в больницах республики планируется ввести целую систему электронного здравоохранения. Такая система позволяет проводить электронную регистрацию, автоматизированное рабочее место врача, диагностическо-исследовательские кабинеты, кассы, приемный покой, отделение терапевтического и хирургического профиля формируется пять видов медицинских карт. То, что в сфере здравоохранения планируются новые проекты, отмечал и президент, выступая в парламенте. Обо всем этом подробнее расскажет Айзада Урунбаева. Электронная система здравоохранения уже начала внедряться в больницы Кыргызстана. Так, объединенная территориальная больница Джаилского района стала одним из первых крупных лечебных учреждений в стране, перешедших на систему электронного здравоохранения и автоматизацию предоставления медицинских услуг. Об электронной системе здравоохранения, а также о проекте современной больницы говорил и президент Сором Байджимбеков, выступая в парламенте. В сфере здравоохранения планируются новые проекты, например, современные больницы. До 2023 года будет построен хирургический корпус Бишкекской городской детской больницы. Будут построены три перинатальных центра в Бишкеке, а шеи в Таласе. Система скорой помощи будет кардинально изменена. Автоматизированная система управления с использованием технологий в Бишкеке будет полностью завершена в декабре 2019 года. Хочу отметить, что семейный врач и медсестра должны быть всегда на рабочем месте, потому что многие мне жалуются, что ЦСМ работает только по три часа в день, а в остальное время двери закрыты. Деятельность ЦСМ будет организована по новому принципу, где главная цель – обеспечить быстрый доступ специалистов ЦСМ и к медуслугам. Проект начнет работать в Бишкеке с июля 2019 года. Он будет работать круглосуточно с консультациями по телефону и интернету. На сегодня к подобной системе в Кыргызстане подключены также и Орская межобластная детская больница, а также некоторые частные медицинские организации. Отмечается, что сама электронная система здравоохранения вводится в рамках цифровизации страны. Проводятся работы по переводу электронных форматов медицинских услуг и обслуживания населения. И в этой связи Центр электронного здравоохранения переводит многие базы в электронные в онлайн формат. В настоящее время сейчас осуществлено внедрение, обучение информационной системы, медицинской информационной системы, электронной истории болезни пациента. Около 35 организаций охвачено. В настоящее время также работает информационная система электронной записи на прием к врачу. Существует также программа электронного здравоохранения, в рамках которой был создан два года назад Центр электронного здравоохранения, где трудится 69 человек, 22 из которых – IT-специалисты. Так они проводят колоссальную работу по ведению электронного учета и составлению электронной истории болезни. Однако это еще не все. Теперь в Кыргызстане появятся медицинские паспорта здоровья. В рамках медицинского паспорта здоровья будет поступать в наш Центр и здесь находиться серверный. Значит, с рождения в определенном объеме информации будет поступать сразу на сервер, соответственно, под вот этот пин новорожденного. Они позволят оперативно принимать решение врачу, правильно принимать решение, качественное решение, соответственно, скажется на своевременности и доступности и качестве услуг. Плюс они позволяют еще снизить финансовые риски. Под электронным здравоохранением понимается система управления и обеспеченная деятельности практической медицины, основанная на использовании информационных технологий и нормативно-методологической базы. То есть теперь пациенты смогут не переживать по поводу медицинской книжки, которая зачастую может и потеряться. Ведь вся информация о нашем здоровье будет храниться в едином информационном медсервере, откуда врачи получат полную информацию о вас. Кроме того, в очередь к врачу можно будет вставать, сидя у себя дома. Так внедряется электронная очередь в больницах. Эта система введена уже в Центр семейной медицины номер 8. Для чего это нужна электронная запись? Чтобы больные приходили в свое время, в свой рабочий день, спланировали хорошо, чтобы очередей не было в регистратуре и возле приема у врачей, возле кабинетов, чтобы равномерно распределить прием, нагрузку для врачей. Для улучшения обратной связи с пациентами был запущен портал пациентов с сервиса СМЭД.КИДЖИ, обеспечивающий сервис электронной записи на прием к врачам. Данная система предназначена для предоставления возможности пациентам записаться на прием через интернет. Внедрение системы позволит уменьшить очереди в поликлиниках и повысить качество оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения. Также система обеспечит более четкий учет работы врачей и информации об очередях. Министерство здравоохранения планирует дальнейшее совершенствование и расширение функций электронного сервиса, создание условий для быстрого распространения ее в других ЦСМ-столицы. В разрабатываемом портале пациентов ожидается внедрение следующих услуг. Доступ к собственным клиническим данным, данным электронного паспорта здоровья, а также получение различных справок, результатов анализов и диагностических исследований. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.